Алименты не желают платить многие родители, которые оставили своих детей. Особенно остро эта проблема встает перед воспитанниками детских домов. Нерадивые родители рассуждают примерно так. Ребенок уже на попечении государства, и этого достаточно. Судебные приставы решили провести семинар для работников детских домов, чтобы разъяснить механизмы взыскания алиментных платежей. Эта проблема постоянная, потому что, как правило, родители, лишенные родительских прав, неблагополучные сами по себе, и, как правило, они не работают. И платить алименты они не в состоянии, а много просто даже и не хотят этого делать. Примерно процентов 70 родителей не оказывают материальной помощи своим брошенным детям. Некоторые вводят ребенка в заблуждение рассказами о том, что алименты забирает себе детский дом. В действительности, каждый рубль родительской помощи перечисляется на сберегательную книжку воспитанника. Если родитель не платит более 4 месяцев и уже дважды был предупрежден об уголовной ответственности за это, детский дом вправе требовать возбуждения уголовного дела. Правда, это самая жесткая мера и не всегда действенная. Те, кто платят, то к ним необходимости привлекать меры принудительного взыскания и не имеется. Конечно, те, кто не платят, то судебный пристав, обладая рядом полномочий, имеет возможность побудить их к выплате алиментов. Это и ограничение выезд из Российской Федерации, это и розыск должников, это, конечно, и привлечение уголовной ответственности как серьезная мера наказания. На самом деле привлечь к уголовной ответственности не так-то просто. Если родитель перечисляет хотя бы 50 рублей в месяц, то злостным уклонистом его назвать нельзя. Именно так и поступают многие мамы и папы, чьи дети находятся на попечении государства. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново